Смотрю за тем, чтобы в процессе все было в порядке. Роман подготавливает заготовки к сварке с трубами. Работа монотонная, поэтому по возможности оператор трудится на разных станках. Так за два года токарь освоил семь современных обрабатывающих центров. Разнообразие. То есть на одном месте как-то скучно, можно сказать. Тут у нас в принципе станков хватает для того, чтобы можно было и там попробовать, и тут. Основная продукция завода – отводы, тройники и соединения для труб любого диаметра. От 5 сантиметров до полутора метров. В этом и есть секрет супер эффективности. Основные наши заказчики – это «Газпром» и «Транснефть». За счет этого, естественно, основная загрузка предприятия – это порядка 70% объемов. Это две основные государственные монополии. При этом трубодеталь вовсе не промышленный гигант и быстро реагирует на потребности рынка. Тогда как крупные металлургические заводы сейчас в лучшем случае работают в ноль. Вперед выходят компании, те, которые работают прежде всего на внутренний рынок. Как правило, это не очень большие компании, но и не маленькие. И вот пример трубодетали показывает, что вроде компания не такая большая, 2000 сотрудников, а прибыль увеличили 4 миллиарда. Это просто гигантская прибыль. В прошлом году по области они стали одним из самых крупнейших налогоплательщиков. Налоговые поступления в бюджет от трубодеталей в прошлом году составили миллиард рублей. В этом прибыль будет скромнее – полтора миллиарда. Но уже известно, что в будущем пакет заказов вырастет минимум на 20%. И это при существующем в промышленности застое. Сергей Моревский, Артем Лишаков, ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok